На лыжной базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» 4 февраля состоялись соревнования «Московская лыжня-2023». Организатором выступила Московская федерация профсоюзов, а участниками стали свыше тысячи человек, среди которых были члены Московской организации профсоюза образования. Официально объявляется открытым соревнование «Московская лыжня-2023». Ура! Лыжники преодолели несколько дистанций – 5 километров мужчины и 3 километра женщины. Ребята до 12 лет прошли дистанцию длиной 500 метров. Самому юному спортсмену было 2 года, а самому взрослому – 80. Каждый нашел для себя активность по душе. Это праздник. И на этом празднике помимо победы, участия – это тоже хорошее настроение. Это новые знакомства, новые друзья, это сплочение. И я думаю, что сегодня победит прекрасная дружеская атмосфера. Московская лыжня-2023 – прежде всего семейный праздник. Тот, кто не бежал на лыжах, мог принять участие в соревнованиях по мини-футболу на снегу, медболу, гиревому спорту и семейных стартах. А еще сдать нормативы ГТО. Для гостей была организована развлекательная программа. Положительные эмоции и до начала гонки, и во время гонки, и после. Ну, я, мне кажется, не очень хорошо прошел. Лыжи хорошо шли, а ногами я еще потренируюсь. В этот раз удача улыбнулась члена профсоюза образования не на лыжне. Второе место в соревнованиях по метанию медбола заняла команда Северо-Восточного округа Москвы. Свою силу показали учителя физической культуры Максим Елисеев, Александр Минаков и педагог-организатор Алексей Абаркин. День завершился яркими эмоциями и искренними улыбками. Ведь спорт – это синоним здорового образа жизни и хорошего самочувствия. Не время убирать лыжи, нас ждет как минимум еще один снежный зимний месяц. И, конечно, встретимся на Московской лыжне 2024. Субтитры создавал DimaTorzok